Точка зрения на сколиоз. Она формируется несколькими, несколькими очень важными полостами. Значит, первое, ортопеды знают свою работу, они умеют его выявлять, корректировать, тут все хорошо. Второе, родители не насторожены по поводу сколиоза, просто потому что, ну, есть масса других вопросов, которые привлекают внимание родителей. Третье, дети и подростки не жалуются, они не знают, что это ненормально. Если у них что-то в дискомфорт, если у них что-то болит, если где-то тянет, если просто им неудобно сидеть, или просто они привыкли, скрючившись, искокожившись, сидеть за партой, втыкаться в гаджеты, носить сумку на одном плече, они считают, что это нормально. В итоге совпадение очень многих факторов, в том числе дефицитное питание, в том числе отсутствие наостороженности у родителей. И отсутствие такой обязательной вещи, как поход с любимым чадом, хотя бы два раза в году к ортопеду с вопросом, все ли у нас хорошо. Вот это все формирует то, что мы на сегодняшний день имеем. Относительно сколиоза. Очень важно, очень важно быть настороженными и понимать, что ключ от этой проблемы в ваших руках. Ваши знания и ваши усилия могут профилактировать. Если не появление этой проблемы, то хотя бы ее прогрессировать. Ключевое слово здесь – вовремя. Вовремя. Узнайте вовремя. Начните делать что-то вовремя. Смотрите, какие дикие вещи пишут специалисты. О них бы стоило знать любым родителям. Родителям маленьких детей, взрослых детей, не важно. Если у вас есть ребенок любого возраста, об этом желательно знать. Сколиоза до деформации периода роста. Когда он может быть? Между первым и вторым годом жизни. Представляете себе этот кошмар и тихий ужас. Вот настолько юное дитя уже может иметь сформированный сколиоз. С 4 до 6 лет. Другой период роста. И подростковый с 10 до 14. Когда ребенок моется в ванну, но, конечно, не пускает. Вы его под слоем одежды, например, зимой не видите. А между тем спина катастрофически быстро портится. Есть мамы, которые от осени до лета не рассмотрели, что ребенок стал очень и очень нездоровым. Именно по причине формирования сколиоза. Степени сколиоза от 1 до 4 представлены. И тут, конечно, мягко говоря, картина ужасная. Просто ужасная. Операции, которые делают по этому поводу, помогают скорректировать ситуацию, кардинально улучшить ее. Но в чем заключается операция? В том, что хребет поддерживают металлические конструкции. Жить с этими конструкциями – это тоже не сахар. Значит, оперативное лечение – это серьезное, тяжелое для специалиста, который проводит операцию, вот такая вот долговременная, долгоиграющая операция. Консервативное. И при наличии диагноза сколиоз коррекция должна быть постоянной. И у прооперированных людей, и у тех, кто не подвергается операции. Если диагноз есть, то коррекция должна быть постоянной. Но если сколиоза даже нет как диагноз, у вас есть спина, вам нужна ровная осанка. К детям это относится в полной мере. Консервативные методы при сколиозе. Корсеты. Значит, коррекция осанки в зависимости от ситуации. Иногда есть такие предложения – 23 часа в сутки снимать только на время гигиенических процедур. Лечебная физкультура, гимнастика, вытяжение, массаж – все это есть в интернете, предложено, и причем есть статьи на очень хорошем профессиональном уровне. Не берите лишь душной, берите информацию от ортопедов, которые знают, что рекомендуют. Обучение в специализированном заведении. То есть ребенка вывозят, говорят, в лесную школу, да, это санаторий. Дети проводят уроки лежа. Они пишут лежа, читают лежа на животе. Вне уроков проводится весь комплекс лечебной физкультуры, гимнастики, массажи и так далее. Значит, о чем речь? О том, что операция, конечно, помогает человеку сохранить здоровье, осанку, но посмотрите, какая это серьезная конструкция, какая это серьезная операция. Это очень и очень серьезное вмешательство. Но вопрос в том, что помимо рекомендаций про операции и про консервативную коррекцию, про лечебную физкультуру и так далее, никто не пишет о коррекции питания. Хотя про то, что вот каждый отдел позвоночника, каждый там позвоночник, между позвонками выходят определенные нервные корешки, которые отвечают и за вегетатику, и за то, как мы чувствуем, то есть это и чувствительные, и двигательные, и вегетативные части нервной системы. И все это завязано на хребте. Вегетативные ганглии очень чувствительны. Понимаете, к тому, что где-то есть зажим, к тому, что где-то есть нарушение в циркуляции крови, в кровоснабжении где-то защемленный нерв подают воздевые сигналы, и, безусловно, все это сказывается на общем состоянии внутренних органов. Почему никто не пишет про то, что белок, кальций, витамины, лицетин, омега-3, полезная микрофлора, клетчатка, хондроитин нужны по умолчанию, просто чтобы вырасти здорового человека? Тем более, если у него начинаются проблемы с осанкой. Линейный рост. Вы слышали про три критические периода для формирования сколиоза, причем первые из них с года до двух. Это на самом деле очень серьезно. При линейном росте все структуры требуют адекватного полноценного питания. Но если эти структуры уже поражены патологическим процессом, если они неравномерно, не физиологично нагружены, ну, представьте, перекослабоченный позвоночник, да, на одну часть фиброзного кольца и пульпозного ядра нагрузка больше, на другую меньше. Одна часть питается лучше, другая хуже. Одна усилена, другая перерастянута. То есть уже аптологический процесс есть. А если тут еще не докормить? А если они неравномерно, не физиологично нагружены, не докормлены, плюс действуют еще факторы окружающей среды, непреодолимые силы, в том числе наследственность, в том числе, возможно, разная длина ног. Так бывает. Значит, что такое склёст первой степени? Огол искривления до 10 градусов – это уже болезнь, которая с большей долей вероятности будет прогрессировать, если ничего не делать. Если сумка носится на том плече, которое выше, если сидит ребенок так, как привык, читает, утыкается в телефон или компьютер так, как он хочет, так, как ему удобно, а не так, как нужно спине. Степень сколиоза определяется по генограмме. Значит, врач-генолог измеряет углы сколиоза. Первая степень до 10, вторая до 25, третья до 50, четвертая – более 50. По господину Чаплину. Это старая система, измерения есть другие, но они примерно перекликаются. Значит, может быть, одна дуга искривления, две другие искривления и даже три. И вопрос в том, что это действительно очень серьезное заболевание. Что мы можем пытаться предотвратить в правильном питании? Попадание в группу часто болеющих детей. Чтобы ребенок не болел часто. Предупредить аллергозы. В принципе, это возможно. Даже если у ребенка наследственность по аллергонастроенности с обеих сторон, папы, мамы, от всех бабушек и дедушек имеет место быть, то, в принципе, хотя бы то же самое грудное вскармливание, максимально длительное устранение бытовых аллергенов, бытовой химии, парфюмерии, помогает максимально отсрочить период, когда вот эта генетическая программа все-таки свалится на голову. Может и не свалиться, может проявиться в меньшей степени. Мера проявления наследственной предрасположенности по многим вещам может быть изменена в лучшую сторону. Правильным питанием можно предотвратить проблемы осанки, близорукости, астигматизм, школьная нагрузка, плохое питание, дистонии, плюс сколиоз с остеохондрозом. Это традиционный букет, который можно встретить у школьников уже в средней школе, тем более в старшей. Негармоничное развитие как таковое, неравномерный рост системы органов, сердца, сосудов, козная система мышц. Это норма в любое время. Во все века было такое, что у ребенка появляется шум в сердце, потому что сердце и сосуды растут в разных темпах. Бывает, что дети вытягиваются, очень быстро вытягиваются косточки, если кальций не насытить, не накормить, мышцы не напитать, не насытить белком. Получается вот такая каланча, которая легко ломает руки и ноги, когда период вытяжения не совпадает по времени с усиленным питанием. Или совпадает, например, с какой-то простудой, с болезнью, которая просто не хочет и не может есть. Бывает. Итак, негармоничное развитие в самом посиле встречается часто, и оно создает условия для появления дистонии, нарушения осанки, нервной регуляции, патологии у всех системах и органов, в том числе близоруков, с кинезией в системе пищеварения, вот той самой вегетатики, на которую мы все жалуемся, когда видим вот такого проблемного подростка. Или даже взрослого. Так можно, в принципе, защитить детей от множества рисков. Точка сборки вокруг применения продукта компании NSP. Гарантированно чистого, экологически, гарантированно максимально концентрированного и эффективного. Детоксикация нужна всем. Экопротекторное питание обязательно. Полноценный рацион с акцентом на прикрытие уже известных зон риска. Где у вашего дитяти зона риска? Посмотрите на себя и на своего супруга. И определите, что у вас в семье было генетически детерминированно. Даже близорукость. Там сутулые, кривобокие, близорукие, с дистонией, с патологией в системе пищеварения. Ну, определите, что у вас в роду. Вот эти зоны риска нужно прикрывать. Радиопротекция по определению нужна всем. Прицельное оздоровление системы пищеварения. Потому что это такая зона, которая поражается и стрессами, и при школьной нагрузке, и при любом заболевании, когда он просто не хочет есть. Это получается такая первая линия борьбы, которая в том числе связана с иммунитетом. Профилактика сползания в категорию часто болеющие дети. Почему нельзя становиться часто болеющим ребенком? Это плохая привычка. Плохая привычка не только потому, что вы потребляете больше лекарств, а еще потому что, потому что, как снежный ком, нарастает проблемность в состоянии здоровья ребенка. Реабилитация после каждого заболевания. Простуд, да грипп, школьное переутомление, гастрит. Не позвольте ребенку стать часто болеющим. Не позвольте ребенку войти в категорию хронически больных. Здоровый позвоночник. Это очень важно как детям, как взрослым. Чем опасен сколиоз? Вот этот слайд показывают только с точки зрения перекошенного таза. Нарушение положений органов таза и полости, воспалительные заболевания почек, репродуктивных органов и бесплодий. Но это только на уровне таза. А что касается шеи? Что будет со зрением? Что будет с обучением? Метеочувствительностью? Что касается грудного отдела вообще? Кошмар, тихий ужас. Все внутренние органы здесь. Вегетативные гангрии здесь, на внутренней части позвоночника. Извините меня, очень важно, как там все расположено и просто обжалится. То есть получается, что если есть проблемы, они усугубляются тем, что требуются лекарства. Лекарства порождают новые проблемы, например, гастрит, разложение системы пищеварения, какие-то реакции, гастриты, гастродониты. Требуются новые лекарства. Более частые простуды, потому что ребенку трудно двигаться, он малоподвижный, у него снижается иммунитет. То есть получается, вот такой вот клубок наматывается, нарастает этот снежный ком, и нужно понимать точку отсчета, откуда вы начинаете профилактику. И мы говорили с вами о том, что сколиоз в первый период риска с первого по второй год жизни. Что влияет на осанку ребенка? На самом деле все. Полезная микрофлора важна ребенку, нельзя становиться часто болеющим. От простуд ребенка тоже можно защитить, можно минимизировать эти риски. Влияет все. Влияет все, и на общее здоровье, и на осанку. Хроническая патология в детском возрасте, демографическая ситуация, пишут о том, что дети стали более часто болеть, заболеваемость детей всех возрастных групп за последние 5 лет защитников возросла. И как об этом писали в 98-м году так пишут до сих пор. Факторы, которые приводят детей к тому, что они становятся более часто, они чаще болеют, они становятся чаще, часто болеющими, они попадают в эту категорию ЧБД. Они становятся хронически больными. Это система упорно-двигательная пищеварительная, это органы зрения, это нервная система, это аллергозы, атопии, они же. Это органы дыхания, то есть детей получается подстерегает масса проблем, и с этим нужно что-то делать. Ситуация по состоянию здоровья детского населения не улучшилась. Заболеваемость детей всех возрастных групп возросла значительно, костно-мышечная система на 80%, сомочек половой на 90%, нервной системы на 35%, кровообращение на 56%, эндокринная система на 90%. Возможно, лучшая выявляемость имеет место быть лучшая, но, скорее всего, что общее состояние здоровья детей оставляет желать лучшего. И вот вам, пожалуйста, мой, в кавычках, любимый слайд. В 2004 году было проведено это исследование, и обнародовано, кто его обнародовал, вы видите. Остолпене у мальчиков в 48% поражено остолпенеи, и в 46, если по поясничному делу позвоночника, у девочек 60%. Ну, смотрите, сколько детей из благополучных школ столицы поражено остолпенеи. Какие у них спины, какая у них осанка, какая у них защищенность от туберкулеза, если мы знаем, что туберкулезом заразиться элементарно просто и заболеть тоже легко. Кальций, общее состояние здоровья, напряженность иммунитета, снабжение лецитином, витаминами, полезной микрофлорой, уровень детоксикации, это все важно. И получается, что СО-100 пеней прямо коррелирует, коррелирует, прошу прощения, прямо коррелирует как проблемы осанки, так и проблемы туберкулеза, так и проблемы иммунитета. Часто и длительно болеющие дети. В основном речь идет о заболевании вдыхательной системы, ОРВИ, лорболезни, бронхиты, бронхиолиты. Но мы говорим о том, что это все единый целый клубок. У них у всех, как правило, ну половина, есть очаги хронической инфекции, малые аномальные системы и атопии. Что нам пишут? 10% детей и подростков, 10% имеют гипертонические кризы и нарушения мозгового прообращения. Откуда это проистекает? Уж не из проблем или осанки и позвоночника, которые здесь не выходят на первый план? Не указывается это причина, а указывается гипертонический криз с нарушением мозгового прообращения. Или просто, в кавычках, просто вегетососудистодистами. То есть пишут о психотравмирующих воздействиях, о психической дезадаптации, об усилении вегетативных расстройств, эмоциональной перегрузки, хронические стрессы и перенапряжение умственное. Но где роль спины в данном вопросе? Спина и шея? Где роль хребта? Если у них уже гипертонические кризы и нарушение мозгового прообращения и вегетососудистой дистонии у 10% подростков, что у этих 10% с хребтом, с позвоночником, конкретно с шейным отделом? Насколько ровные эти спины? Насколько им хватает кальция? Вот такого уровня исследований ответов на этих вопросов прямого нет. И в плане воздействия на ребенку, у которого есть спиолиоз, предлагают или же сразу операцию в определенной степени, но всем коррекцию, значит, корсетную, лечебную физкультуру, массажи, выезды в эти школы, где дети пишут и читают лежа, это понятно. Это понятно. Про образовательные программы пишут, про профилактические программы в амбулаторном звене здравоохранения, то есть, что самое главное? Ухудшение качества питания, промышленное загрязнение окружающей среды и вопрос в том, что питание, питание – это то, с чего можно начать. В точке сборки можно улучшить, улучшить состояние рациона ребенка и можно существенно защитить его от очень многих факторов, которому современный ребенок, к сожалению, к которому ребенок идет, к этому риску, по многим факторам. Дети старшего дошкольного возраста, подчеркиваю, дошкольного возраста, в первой группе здоровья аж 6,3%, во второй – вот столько, и в третьей – прямо вот, извините, четверть нарисована. О чем мы говорим? О том, что совершенно, совершенно нехорошо, когда у нас такая ситуация, если в старшем дошкольном возрасте 6,3% детей с первой группой здоровья. Значит, в первой группе здоровья формулируют сейчас так специалисты не более 10%. Значит, не менее 90% не относятся к простическим здоровьям. Что с ними делать? В СД признаки вегетососудистой дистонии выявляют у 25-80% детей, преимущественно среди городского детского населения. Но вопрос в чем? Вопрос в том, в каком возрасте выявлять и каким методом, и где этих детей вылавливают? Если вы после школьного дня берете школьников, вы найдете эти признаки, может быть, даже у 90%. Чем ребенок смотрит? Смотрит глазами. Кровоснабжается чем? Головной мозг. И в том числе затылочная доля, которая нам помогает видеть. Кровоснабжается вот теми самыми сосудами, которые проходят как через вот этот бассейн, не привязанный к позвоночнику, так и через вот эти артерии, которые проходят через отверстия в поперечных отростках позвонков. То есть, насколько гармонично, правильно, ювелирно точно подогнаны позвонки и их отростки, настолько хорош и полноценен кровоток. А если здесь перекос? В грудном отделе искривление, шея компенсаторно кривится тоже, чтобы глаза были просто на одном уровне. Значит, перекос в шее, изгиб, и здесь будет дуга. А если здесь дуга, то о мозговом кровотоке можно говорить как о проблеме. Могут ли дети с вегетососудистой диссониды заниматься спортом? С одной стороны, для подкачки мышц спины нужна какая-то нагрузка. Гимнастика, плавание, волейбол. Это подходит часто болеющему ребенку. Как держит спину ребенок, который часто болеет? Ребенок, у которого постоянно болит голова или живот? Он способен подкачивать мышцы спины или хотя бы ровно высадить весь урок? Насколько он в состоянии? Вот так выглядят вот эти самые артерии, которые проходят в отверстиях поперечных отростков позвонков. Это все очень тонко и нежно, и деликатно подогнано. Но если есть перекос в позвоночнике, то о чем речь? Вот перекос, вот компенсаторное перекашивание головы, чтобы глаза были на одном уровне. Здесь изгиб компенсаторный компенсирует вот это нарушение. Если вы это видите, перекошенные плечи, перекошенный таз, искрежден позвоночник, вот эти треугольники талии несимметричны, бегите к ортопеду, чем скорее, тем лучше. Какая обучаемость и успеваемость ожидается от детей, которые в детстве вообще не в курсе, что такое быть здоровым? Когда человек отвечает на вопрос, часто ли у тебя болит голова, то, какими словами, всегда болит. Чего ждать от него дальше? Какое поступление в ВУЗ, какое обучение, какая работа? Скориоз – это проблема, которая касается всех. Касается всех, и взрослых, и детей. Позвоночник – это действительно наше все и наше навсегда. И да, действительно, у ребенка, которому помогли справиться с проблемами позвоночника, улучшается ситуация. И он становится не таким уже часто болеющим. И улучшается ситуация и здесь, и с носоглоткой, и с миндалинами, и с аденоидами. Я не говорю, ходите к мануальщикам, если у вас аденоидит и танзелит. Нет, врачу тоже нужен коррекция иммунитета. Нужна эта многоплановая работа. Но если искрилен позвоночник, перекошен таз, перекошена шея, то вопрос нужно решать в комплексе, не забывая о том, что вместе с коррекцией типичных детских кавычках вопросов и часто болеющий ребенок, и аллергик, и система пищеварения может давать сбои. Так вот, необходимо не забывать о том, что у ребенка есть и позвоночник тоже, который нужно проверять. Если все в порядке, то просто кормить. Просто кормить. Потому что ребенок будет расти, и если проблемы нет, она может сформироваться. Если она уже есть, ей надо заниматься предметно и серьезно. Предметно и серьезно, чтобы не попасть вот в этот, вот в этот водоворот, когда одна болезнь усиливает другую, ввиду того, что требуется и лекарства, и вы не знаете, от чего проблема, от лекарств или от комбинации проблем. Сколиоз в четвертой степени до лечения и после. Лечение предполагается, конечно, хирургическое. Вы видите, что изменения произошли радикальные, но этот человек будет жить. Во-первых, вот с таким вот перекосом. Он, конечно, меньше, чем был, но он все-таки есть. И вот с таким вот металлическим, вживленным каркасом. И ортопеды действительно творят чудеса. А можно их не нагружать ни собой, ни своими нитями? А можно вовремя принять меры? Я понимаю, что это непросто. Но посмотрите на этот объем операций. Посмотрите, да, ортопеды реально повышают качество жизни этого человека. Но профилактика в принципе, теоретически и фактически, она ведь в большинстве случаев возможна. Да, есть такие ситуации, когда исправить ничего нельзя. Человек родился, и в нем уже эта программа заложена, она же реализуется. Есть такие ситуации. Но есть же и другие. С чего начинается укрепление опорно-двигательного аппарата? Межпозвонковый диск, который состоит из фиброзной оболочки и пульпозного ядра. Вот та самая такая амортизационная прокладка между позвонками. Если позвоночник перекошен, допустим, сюда нагрузка больше, сюда меньше. Где-то растяжение, где-то сдавление. Питается и то, и другое. И перерастянутое, и пересдавленное плохо. В итоге получается, что дистопические процессы, дегенерация. И рано или поздно вот это самое фиброзное крыльцо разрывается. И возникает что? Грыжа. Которую тоже научились виртуозы оперировать. Но до этого тоже можно не дойти. Мы начинали со сколиоза. Добавляется остеохондроз. И два в одном у одного человека. Это ускоренное старение, ускоренная деградация. Вот тех самых структур, которые на самом деле ничего и не крепкие, и не надежные. Очень хрупкие. Нежных надо кормить, растягивать, укреплять. Неравномерная нагрузка плюс дефицитный питание. Дают ускоренное, более быстрое прогрессирование дистратических процессов. Даже при отсутствии диагноза сколиоза. То или иное нарушение осанки можно выявить вообще у большинства. Зайдите в любую школу, посмотрите на этих детей. Поэтому хондроитин всем по определению. У вас есть вот эти структуры в позвоночнике? Они идеально здоровы? Кормите их и благодарите Бога, что у вас такое счастье. Не идеально здоровы? Уже есть какие-то признаки хондроитин, плечи ни на одном уровне, треугольники талии несимметричны. Значит, уже, извините, сколиоз состоялся. В каком возрасте, может быть, вы и не знаете. Но причина кушать хондроитин у нас у всех есть, потому что у нас у всех есть позвоночник. Причина кушать клетчатку, которая выводит стронций, и которая содержит калий, выводящий цезий. Причина кушать хлорофилл, причина кушать кальций, которые конкурируются с стронцием. У нас у всех есть. Это большие запасы радионуклидов, которые после Чернобыльской аварии осели на наших полях, лесах и лугах. И продукты, которые у нас растут, богаты этими же радионуклидами. Стронций конкурирует с кальцием, он садится в кости, его туда нужно не пустить, иначе мы получаем поврежденное облучение. Цезий более коварным является химическим аналогом калия. То есть везде, где есть калий, это сердце, сосуды, печень, он туда просачивается. Значит, чтобы выбрасывать и то, и другое из организма, необходим кальций в должной дозе, каждый день выполнения суточной нормы кальция. Это защита от того, что стронций сядет в кости и будет вас пожизненно облучать. Клетчатка, богатая калием, это защита от стронция и от цезия. Почему от того и от другого? Потому что и то, и другое нужно выводить в кишечнике. Допустим, стронций не сел в кости, куда он денется? Если у человека запор и застой в кишечнике, то, к сожалению, цезий способен обратно всасываться из кишечника. Способен, и он интенсивно всасывается обратно и возвращается в кровоток. И то, и другое нужно выпихивать из кишечника. Локла вам в помощь, а также кел. Коралловый кальций или кальций с витамином Д тоже в помощь, просто потому, что вам нужно противопоставить что-то этим вновредным радионуглином. Клетчатка, содержащая калий, посмотрите в состав локла, и кальций. Идеально совмещать и коралловый, и кальций с витамином Д и выполнять суточную норму этими продуктами. На самом деле детям для роста и развития, конечно же, нужен кальций. И мы говорим о том, что это просто продукт питания, но одновременно это еще и радиопротекторный продукт. Келп и хлорофилл – это детоксиканты и радиопротекторы тоже, что очень важно. Лицитин очень важен для нервных волокон, для печени, мозга и для тех структур, которые на самом деле обеспечивают нам и эндокринную, и нервную регуляцию. Фептовид с корнитиновым магнием – наши мышцы, наш мышечный корсет, который удерживает позвоночник в правильном положении. Бифидофилус лорофорс – защита иммунитета, помощь в детоксикации и наш первый уровень защиты. От нёбных миндалин до толстого кишечника. У людей, у которых есть рак кишечника, не выявляется полезная микрофлора. Мы не можем полезной микрофлорой вылечить рак кишечника, но мы можем его профилактировать. 90% форм рака кишечника были бы профилактируемы, если бы полезная микрофлора, клетчатка и радиопротекторы заходили вовремя. Компании с антиоксидантами. Смарт-милы. Антиоксиданты, витамины, минералы, микроэлементы – очень вкусный и полезный суперпродукт. Конечно, омега-3. Вне конкуренции омега-3. Конечно, антиоксиданты. Компания с протекторами, которые всегда нужны. На самом деле, вот такая поза – это очень правильно, потому что позвоночник необходимо растягивать, мышцы подкачивать и тренировать. Но комплекс лечебной физкультуры и пресклюзии я вам сейчас не предлагаю. Источников много, они как бы открыты и все есть. Еще раз напоминаю, что профилактика, возможно, и необходима, и она жизненно важна. Мы уделяем внимание, допустим, часто болеющему ребенку по поводу его аденоидита, танзелита. Просто часто простужается, присоединяется, допустим, в дискинезий желчеводящих путей, панкреатит, что-то еще. И мы теряем из виду очень важный вопрос. Что у него с позвоночником? Хондроитин. Это тот суперпродукт, который нужен, очень важен и крайне необходим практически всем. Что у нас есть сейчас? У нас есть супернаборы, суперпродукты у нас есть. Ну, набор номер один – здоровье ваших костей. Кальций, остеоплюс, там, где собраны витамины, минералы, микроэлементы, повторяющие состав костной матрицы. МСМ, сера, наше все и наше навсегда, и слинчная ткань, и детоксикация. Магний, конечно, необходим, учитывая его особую роль, особую роль для защиты сосудов, сердца и для того, чтобы дать митохондриям необходимую энергию. Набор здоровья ваших суставов. Клюкозамин, хондроитин и опять МСМ. Очень важные нутриенты для того, чтобы защищать все структуры, не только суставы ручек, ножек, но вот те самые амортизационные прослойки между позвонками, которые, как правило, всегда страдают. Всегда страдают. Любой перекос в осанке, любая недокормленность, любой дефицит движения, когда мы сидим за компьютером, или просто мало двигаемся, нашему позвоночнику не полезны. Почему? Вы знаете, что в хрящах взрослого человека уже нет кровеносных сосудов. Как хрящи питаются? Мы их должны растянуть в позвоночник и сжать. Как это происходит? Просто при ходьбе. Два часа ходьбы помогает в позвоночник загнать полезные нутриенты. Но если мы сидим неподвижно, лежим или едем в транспорте, а не идем пешком, дефицит движения очень серьезно снижает наши шансы сохранить здоровый хребет. Глюкозамин, ханритин и МСМ в составе набора здоровых ваших суставов помогают к вашему движению добавить еще питание, донести нутриенты до тех структур, которые острым их нуждаются. Набор здоровых ребенок создан вообще идеально. Лецитин, хлорофилл, микроэлементы в составе коллоидных минералов, что жизненно важно. И, конечно же, витамины, в которых есть и железо, и водоросли, источник йода. Это и радиопротектор, и очень важно для метаболизма. И полезно микрофлора. И та самая зубная паста, которая сохранит здоровье зубов ребенка. Здоровый у нас пик круглый год. Лецитин, омега, смарт-милл, замброза и хлорофилл. Очень разумно, очень мудро. Во всех этих наборах не хватает только бифидофилуса. А теперь результаты. Значит, я хочу сказать вам, что на самом деле степень сколиоза определяется по рингенограммам. И первая степень – это до 10 градусов включительно. До 10 градусов. Вот возникла такая ситуация. Двое детей из одной семьи. Мальчик 13 лет. Негармоничное развитие, что бывает часто. Бурный линейный рост. За год вырос на 15 сантиметров. Причем это было даже не за год, а за какой-то очень короткий период. Родители даже не могут сформулировать за какой, но быстро, бац, и все. Со слов мамы, руки и ноги стали тонкими, как плеть, и нет физической нагрузки. Спина стала болеть, поехала в разные стороны, стал задыхаться. Один раз он в школе, вот было душно в классе, он упал, потерял сознание. Но вопрос в том, что этот ребенок с этими тонкими ручками, ножками, когда падал, сломал руку и ушиб спину. Дети, когда падают, не должны ничего ломать, потому что он падает весом своего тела. Он не был чрезмерно упитан. Какая была кость, чтобы она сломалась при падении? Значит, на рентгенцинке позвоночника ортопеду видел то, что увидел. Вышли они от ортопеда не только с поломанной ранее, до посещения ортопеда была поломана рука, но не только с этой поломанной рукой, но и с новеньким диагнозом. Вторая степень сколиоза. Угол сколиоза 15 градусов. У кардиолога выяснилось, что уже есть где-то сосудистая дистония. Понятно, что уборки падают, душного помещения не переносит. Анемия внезапно материализовалась, гастрит, и к тому же ребенок курит. Но это маме рассказал кардиолог, ваш ребенок курит, потому что бронха картина неописуемая. Уже есть изменения бронхов. Мама слышала, что кашляет по утрам, но думала, после гриппа как-то пройдет само. То есть, понимаете, мама – это человек, до которого все важные подробности в жизни ее ребенка, вот до нее это доходит последнюю очередь. Понимаете, какая проблема? Подростки скрытные, подростки вредные, они противные, они вообще невыносимы, когда скрывается все от родителей. Но помощь поступает именно от родителей, поэтому как-то эту информацию добывать необходимо. Что делали? Во-первых, бросили курить вместе. И мальчик со сколиозом, и папа, у которого тоже бронхит курильщика, тоже проблемы с сердцем, и тоже большой стаж в курении. И его мама тоже не знала, что он курил, будучи подростком. Стали гулять вместе по утрам. Бедать было невозможно, оба они задыхались. Ни о какой собаке лично шла, чтобы заводить, потому что любые собачники их обгоняли на раз, они просто выходили гулять, мешать в утром. Конечно, хлорофилл, конечно, серебро. К хлорофиллу добавили еще хондротин и кальций. Хондротин пили оба-два. Вот две капсулы, когда два, когда три раза с едой. Кальций по таблетке четыре раза. Пил сын, чтобы выполнить суточную норму в грамм кальция. Папа два раза успевал по таблетке. Кальций и хондротин. То есть это очень важная, очень важная составляющая рациона, не только для тех, у кого поломаны руки, ноги, но для кого же осанка отлыхает. Или резко вытянулись косточки, ребенок резко вырос и при падении ломает руку. Это просто всем нужно. По факту наличия опорно-двигательной системы. Ее нужно кормить. Само собой, полезная микрофлора. Периодический пипец. Причем периодически он то появлялся, то пропадал. Лецитин и витаминный, минеральный комплекс. Витаминный, минеральный комплекс это был, конечно, суперкомплекс. Это было удобно и папе, и сыну. Значит, почему нужно было все и сразу? Ребенку нужно было нарастить мышечную массу. Ребенку нужно было, чтобы перелом срастался. Ребенку нужно было делать что-то с его сколиозом, как внезапно оказалось в второй степени. Значит, что касается второго ребенка из этой же семьи. Когда мальчику было 13, девочке было чуть больше 11. У нее в 11,5 лет начинался тоже такой же бурный рост. Мама абсолютно, абсолютно напуганная, абсолютно в жутком стрессе после того, что внезапно выяснилось про ее ребенка, который вот он был в семье, семья благополучная. Они ужинают вместе, завтракают вместе, и тут внезапно до нее оказывается. Сколио в второй степени, рука ломается, ВСД, малокровие. Кстати, железо еще пил. И просто еще курил. Она не унюхала. Ну, так бывает. В итоге мама, не дожидаясь поеханной в разные стороны спины еще от дочери, не дожидаясь ВСД и переломов от падения в обмороке, у девочек это все-таки чаще, пошли к ортопеду. Внезапно обнаружилась первая степень сколиоза. И угол был 10 градусов. Они еле-еле вписались в первую степень. Еще бы один градусик, и была бы вторая. В приборном росте риск прогрессирования очень высокий. Оба ребенка в школьное время носили корсеты. Дома одевают, в школу выходят. Оба постоянно занимались гимнастикой, лечебной физкультурой. Им делали массажи и филеотроптические процедуры. Что написано, то их было сделано. Они выполняли все. Значит, вот так выглядит искривление до 10 градусов. Первая степень. Девочка еще попала в первый. Мальчик уже во второй с 15 градусов. И все внезапно до родителей. Семья, повторяю, очень благополучно, очень дружно и абсолютно адекватные. Вы бы не сказали, что это какие-то проблемные люди, которые не уделяют внимания детям. Вовсе нет. Очень ответственные, очень хорошие, очень дружные люди в семье. Ну, взрослые ответственные. А дети такие, как все. Скрытные, вредные подростки, которые родителям не рассказывают об очень важных вещах. Прошло 6 лет. Значит, вредным подросткам уже, во-первых, они уже не вредные, они уже не подростки, уже очень даже взрослые люди. Ему 19, ей 17. Кто эти дети сейчас? Он студент вуза. Диагноз сколиоз не снят, но выставлена первая степень с углом в 5 градусов. Я подчеркиваю, в 5 градусов. Она всерьез увлеклась танцами и волейболом. Хотя, в принципе, это не те занятия, которыми должен заниматься сколиозник. Но тем не менее. Девочка думает продолжать профессионально заниматься спортом. Талант точно есть. Так считает тренер по волейболу. Талант есть, но сколиоза-то практически нет. За эти 6 лет она очень сильно выросла, вытянулась по рентгенограммам. Ну что говорит рентгенолог? Ну если придираться, то 1 или 2 градуса все же есть. Или нет. На одном снимке есть, на другом нет. Напишем, что есть, потому что сколиоз точно был. Такой диагноз не снимается. Но когда у вас было 15 градусов, и вторая степень, а через 6 лет у вас первая и 5 у мальчика, а у девочки была первая и 10 градусов, а сейчас 1 или 2 градуса вроде есть или нет, но напишем, что есть. Потому что такой диагноз не снимается. То есть согласитесь, это хороший результат. За время приема продукта НСП, эта семья поделилась информацией еще с несколькими семьями. У мамы не было цели построить сеть и распространить продукты. У нее была цель просто кому-то еще помочь. Значит, у тех, с кем они поделились, есть результаты. У 4 детей, которых корректировали только консервативно, стабильные или улучшенные показатели по рентгенограмме. У всех лучше общее состояние, меньше болели, окрепли, подросли. Заметили быстрое укрепление мышц на пептовите. Очень быстрое. У тех, кто был прооперирован, это 2 человека. Получилось сократить период реабилитации после операции. Флора, лецитин, пептовит, гриппайн и хлорофил. Через месяц после операции добавили хорнаритин и кальций. Самочувствие хорошее. Реабилитация прошла без осложнений. При этом я хочу сказать вам, что продукт ЛСП был просто рекомендован вот той мамой двух деток по принципу «нам очень помогло». Нам очень помогло. И тяги к курению нет, и самочувствие хорошее, и головные боли прошли, и в обмороке не падает, и ВСД нет, и малокрови нет. Реально хорошо. То есть мама говорила, вот как от сердца сказала, 4 человека, которые консервативно корректировались, получали продукты на СПИ вне операции, двое получилось после операции, ну, в общем, результаты хорошие у всех. Ключевое слово по сколиозу и не только по нему – вовремя. Вовремя – это действительно ключевое слово в профилактике всего, что можно и нужно профилактировать. Здоровья вам и вашим детям.